какого качества должен быть горох для переработки которые занимаются выращивание горов понимают что есть горох продовольственный есть горох фражный нам для переработки в основном требуется быстро развариваемые сорта идеальным сортом нашей ростовской области считается аксайский усатый номер 7 мы сегодня не только его принимаем избирательно его закупаем у партнеров которые не являются нашими постоянными ну как бы поставщиками но стараемся выдать именно членам нашего кооператива или предлагаем сельхоз товаропроизводителям фермерам и мелким и крупным именно горох аксайский усатый на сегодня он у нас еще есть небольшом количестве хотя уже сроки его посева проходят у нас и принципе на сегодня мы имеем 12 хозяйств которые готовы быть уже мы предварительно мы договорились и будем закупать и под них уже кредитуемся на июль на август месяц будем закупать именно этот сорт это по желтому гороху по зеленому гороху изначально у нас не было зеленого гороха это только после поездка в сербию мы обнаружили там что он очень пользуется спросом что это просто необыкновенный белок в этом зеленом горохе но потом конечно вот прибывая на четырех мы выставках зарубежных побывали очень большой интерес не вызвал этот зеленый горох больше даже чем на чечевица зеленая и вот итальянская фирма которая берет у нас муку на макаронные тоже сегодня предпочтительнее берет муку не гороховую желтого гороха а именно из зеленого гороха и они производят макароны которые у них пользуются очень большим спросом кстати на сегодня вот заявки от них пришли именно из зеленого гороха они ходят входят эта фирма которая зарегистрирована итальянская сегодня в россии она называется фирма америя и они будут поставлять во все магазины магнита российские то есть не входит с этим ассортиментом и кукурузные макароны у них будут и вот из нашего зеленого гороха из нашей же кукурузы безглютеновой ну и нутовой чечевичи поэтому мы изначально у нас не выращивали мы пользовались услугами наших партнеров тульских которые нам по аграфирм агровелес фирма поставляла нам зеленый горох и сегодня она поставляет очень качественный зеленый горох но сегодня у нас уже наши фермеры по просьбе вот с прошлого года агроклубе которые присутствовали попробовали они им очень понравилось и возделывание урожайности понравилось конечно что он на 5 на 6 рублей дороже чем желтый горох ценовой политики поэтому сегодня желающих у нас чуть больше вот всем хозяйственно сегодня уже по зеленого гороха у нас будут выращивать ну том числе те которые наши пионеры кто начал только с ним работать это потапов с краснодарского края фермер наш маляров сальска веселорские ребята кошары ну то есть всем хозяйств которые уже будут наши ростовки и зеленый горох выращивали спасибо большое а зеленого гороха назовите пожалуйста сорта российских сорт матрас который правда с более сложной технологией и менее качественный ну а сербский честно говоря даже не знаю его сорт он идет как импортный сорт мы его получаем от нашего поставщика он его только только районирует потому что это только третий год и мы получаем уже его как просто зеленый горох продовольственный спасибо а разница есть в сделавании желтого и зеленого то есть там определенные нюансы надо учиться да то есть нельзя перейти разница только в цель в ценовой политике сроки посева одни обработка одна уборка одна это же единственное что ну вот как уже наши подсказали фермеры что зеленый горох менее сыпучий то есть он меньше осыпается то есть даже удобнее ну как бы выгоднее он но урожайность одна и та же вот от 30 до 40 центнера в этом году он нам дал и ценник конечно получше еще вот вопрос вот говорят о том что сейчас россия наконец начала экспортировать в китай горох подскажите вот насколько это перспектива для вашего перспектива сумма шоурум наш уже дал сейчас нам на тысячу тонн гороха на отгрузку но так все забюрократизировано это вообще вот сегодня у меня полдня ушло и вчера и сейчас видеоконференция еще идет у нас российским экспортным центром нам надо при отгрузке нашей продукции зарегистрироваться в программе цербер потом эта программа цербер в программе цербер подать заявку на рост сельхоз надзор наш они принимают заявку отправляют в москву москва делает одобривает или не одобривает нас посылает нам своих представителей на аттестацию производства потом значит нас и только москва рост сельхоз центр московский подает на таможню китайскую и китайская таможня гп у китая в реестр наш нас вносит и только после этого мы правильно включить контракт но но вы знаете это такая головоломка вот мы ее ломали целый месяц уже вчера я обзвонила рост сельхознадзор все мне дали восемь телефонов пока я нашла крайнего пока мы ну как бы разобрались в этой процедуре и это ее не все окончательно знают рост сельхоз центр мне сказал что только на зерно они дают а на крупы роспотребнадзор но ответственный и даже руководитель роспотребнадзора сказали что они еще не в курсе что нет у них таких заявок что они еще не работают на гт у китае проблема сегодня которая у нас то есть в новостях одно говорят на практике получается что очень много бюрократии колено прокладываться и главное временной период если вот в белоруссию мы поставляем и там день два и все согласовано то другие конечно очень хорошо работает конечно дубай шоурум египет ну тут просто одно удовольствие но с китаем вот такая проблема очень много запятых но главное если бы наши вот рост сельхознадзор работали пооперативнее и это можно было бы решать да это запятает ограничение временное какое-то все но очень долго процедуру рассмотрели понятно ну желаем вам все-таки эту процедуру закончить чтобы все пошло гладко мы приглашаем всех вот в июне в июле на дегустационные дни которые будут проходить у нас как раз по дегустации безглютеновых макарон и которые из гороха будут из нута из чечевицы из зеленого гороха вообще-то выпечка будет вся безглютеновая то есть мы рассчитываем что белковая пища наша когда-нибудь выстрелит и поможет оздоравливать население наше а а